Как сделать твою христианскую жизнь твердой? Как ее сделать твердой? Чтобы твоя жизнь христианская, духовная жизнь была твердая, и вы понимаете, без колебания, без колебательная. Многие люди сегодня, они христиане, но они не твердые внутри. Их убрать из пути, это так легко. Маленький ветрячок, их нет уже. А Бог желает, чтобы мы имели в этом твердость. Успех в нашей жизни, в любом направлении, оно во многом зависит от глубины и твердости в нашем хождении с Богом. Все остальное строится вокруг этого. Если твердость в Боге буксует, то все остальное начинает буксовать тоже. И не твердость в церкви, оно нужно. Нужно быть твердым в церкви, но не раньше, чем твердость в Боге. Потому что если я стану твердым в церкви, но не в Боге, я легко становлюсь религиозным. И разрушаю других, и сам себя тоже. Потому что твердость в церкви имеет смысл, когда ты твердый в Боге. Вот я вам рассказывал, как одна сестра, женщина в нашей церкви говорила, пастор Генн, я раньше была в церкви, а сейчас я в Боге. И теперь она уже в церкви по-настоящему. Поэтому очень важно, чтобы мы поняли, что Бог желает, чтобы мы были твердые в Нем. Колоссянам 2 глава 6 стиха. «Посему, как вы приняли Христа, Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Нем с благодарением. Смотрите, братья, сестры, вас тоже касается, чтобы кого не увлек вас философией и пустыми оболшением, пустыми оболшением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в Нем, имеется в виду во Христе, обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти». Мне нравится, что во Христе есть полнота Божественна в теле Его телесно. Оно обитало. А Павел говорит, а вы имеете эту полноту во Христе. Оно не видно сразу, нет плаката там, что в Нем живет. Мне кажется, чтобы ты знал, что в тебе, будучи во Христе, живет Господь Бог и Его полнота, она в тебе. Как один человек сказал, во мне болезни. Но видишь как, в тебе еще кое-кто сильнее болезни. Это Божья полнота, которая в тебе. Скажи Амин. Оно сильнее любой болезни, сильнее любой печали, сильнее любых потерь, сильнее любые потрясения. Полнота Божия в тебе способна помочь тебе в любой момент. Божий план и желание, чтобы когда мы принимаем Иисуса, так же мы остались на том уровне, имеется в виду любовь к Богу, жажда к Нему, желание познать Его, чтобы оно никуда не ушло. И Он говорит, чтобы мы ходили, направляясь к Иисусу Христу и ходили в Нем. Что такое ходить в Нем? Это имеется в виду ходить и жить по Его меркам, по Его правилам, по Его Слову, по Его воле, по Христову, так, как ходит Христос Иисус. Скажите Амин. И вот Седьмой Сих говорит, что мы должны запускать корни. У нас должны быть корни, то есть твердость, непоколебимость, потому что у нас корни есть. И когда это приносит глубину твоей жизни, корни в Нем, утвержденные во Христе Иисусе. Когда человек имеет корни, когда человек утвержденный, его не поколебаешь так легко. Он глубоко в своем деле. Притом нужно не только в вопрос спасения иметь корни, нужно иметь корни во всех вопросах твоей жизни. Потому что в том вопросе, где у тебя есть корни, с того вопроса никто не сможет тебя колебать. И поэтому, как написано, как вы приняли, так ходите. Один из методов, как запускать корни, это ты принял и верно ходить. Не обязательно героические дела каждый день. Элементарное, простое хождение с Иисусом Христом в течение времени помогает тебе запускать корни. Помните, что Иисус сказал ученикам? Идите за Мною, и я вас сделаю ловцами человека. Ну вот, задача их была идти за Христом. Они даже не заметили, в какой момент они стали ловцами человека. Оно просто, ой, я уже умею. Когда это произошло? Не помню. Просто ходил за Иисусом, и вдруг. Так и в этом случае. Ходите в Нем. Ходя в Нем, исполняя элементарные вещи Его Слова. Элементарные Его просьбы. Вставай молись, читай Библию, прости тетю, прости соседей. Вот такие элементарные вещи. Ты делаешь, и корни у тебя запускаются. Это не по расчету, не по плану, не по уравнению. Просто корни запускаются. Когда мы следуем, ходим за Иисусом Христом. Между прочим, вам скажу одно. Когда вы ходите за Иисусом Христом, много чего запускается в жизни. Поэтому Бог желает, чтобы мы утвердились. И дальше написано в основном стихе. Будьте осторожны. Есть похитители. Есть плохие люди, которые портят других людей. Когда вы ходите в этом, помните, есть группа людей, которые портят. Чем они портят? Философией. Какими-то вещами, которые около Бога, около Библии, но основаны не на Бога, а на человеческое, на тщеславие, на интеллектуализм какой-то, на мирские вещи. Что у людей бывает обычно? У людей бывают обиды. И вы знаете, что на основании обиды человек может учение создать и забрать много людей от веры во Христе. На основании непрошения человек может целую книгу написать. Мы же никогда не создаем учение из опыта. Учение создается из Слова Божьего. А опыт это свидетельство называется. И я так люблю свидетельство. Ой, Господи, слава Богу за свидетельство. Но, будь осторожна, есть такие люди, после общения с ними, у тебя пропадает желание ходить в церковь, желание читать Библию, желание молиться, желание служить. Пропадает. Когда это происходит, помни, это люди, которые пришли к тебе с умными, в кавычках, речами, которые основаны не на Библию, не на Бога, не на духовное, а на человеческое что-то. Библия говорит, будь осторожны, они заберут у вас корни. Вы знаете, нет ничего хуже, чем, когда я пытаюсь достигать то, что уже достигнуто. Когда я пытаюсь завоевывать то, что уже завоевано. Когда я пытаюсь решать то, что уже решено. Вы знаете, что в церкви часто бывает такой детский сад, когда люди занят тем, что уже достигнут. Даже иногда в их молитве они просят у Бога то, что Он уже дал. Некоторые вещи, они уже есть. Оно дано, оно есть. И не надо драться за Него. А когда ты не знаешь, что у тебя уже есть, это трудно. Но когда оно уже есть, это значит, возможно, нужно просто входить. Нужно взять, нужно понять, нужно применять. То есть, нужно учиться, узнать, как применять. Вы знаете, что такое христианство? Бог говорит, я 10 этажей здания сделал. А это здание должно быть 20 этажей. Строи, начиная с 10 этажа. И что делают многие христиане? Они пытаются возвращаться на первый этаж, снова строить сначала. Бог говорит, не надо. 10 этажей уже готовы, обеспечены, решены. Но твоя задача с 10 этажа строить до 20. А почему потом жизни проходят, не достигли 20 этаж? Потому что они тратили время пытаться строить 10 этажей, которые уже были давно построены. А надо было начинать с того, что уже есть. Вот смотрите, некоторые вещи, которые уже есть, которые мы не сможем, не надо их заработать, они уже есть. Вот не надо придти молиться, о Господь, возроди меня внутрь. Нет. Я рожден от Бога. В этом мне нужно запускать корни. Я Боже дитё. как я могу узнать, что у меня корни есть, когда, например, прихожу куда-то, и ситуация есть, которая претворечит тому, что я Божье дитё. если я поддаюсь ситуации, у меня нет корней ещё. Если я не поддаюсь, у меня есть корни. Вы знаете, я стал проповедником, но корни в проповеди, что я проповедник, пришли гораздо позже, чем я начал проповедовать. Потому что я мог двигаться, проповедовать, дух двигается, люди ссилаются, меняются жизни людей, потом встречаю какого-то критика. Есть такие, они в дефиците. критикуют, обзывают меня, вот эти вещи Духа Святого, это помазание, это исцеление, всё от дьявола, вообще, вы что себе думаете? Это меня сбивало. Прямо расстроился, я как-то слышу, зачем, я не буду больше проповедовать. Корней ещё не было. Сейчас, если кто-нибудь будет меня обзывать, критиковать, для меня это воздух, для моих крыльев, понимаете? Оно для меня ничего не значит. Почему? Корни в этом у меня появились. Вот в этих истинах надо, чтобы у тебя корни были. Вот я искуплен. Что такое я искуплен? то есть влияние дьявола на моей жизни было законом. Почему? Родился грешником. Но Иисус Христос оплатил цену достаточно, даже больше, чем нужно, чтобы влияние дьявола не имело доступ ко мне больше. Это я имею. И поэтому я ничего дополнительного не сделаю, чтобы лучшесть я вот уже искуплен. Я имею жизнь вечную. Библия говорит, что это радость Отца дать вам жизнь вечную. Вечная жизнь, хочу чтобы вы поняли, это не только в смысле жизни бесконечной, что там тысячи лет жить, или миллионы, миллионы, миллионы лет. Да, есть элементы этого в жизни вечной, но жизнь вечная это определенные качества жизни. Я его по-другому назову так божественная жизнь. Иногда в жизни больше надо не чтобы Бог дал, а надо чтобы мы убрали препятствия. Я хочу помазать во мне. И приду Бог, Бог помазит мне, иногда Он не знает, что ответит. Потому что Он уже выявил столько на тебя, что иногда проблема не в этом. Проблема надо убрать препятствия. Скажите Амин. Смотрите, как Иисус Навин учит об этом. Как это нужно, чтобы оно в нас укоренилось. Быстро очень вам расскажу. Написано книга Иисус Навин первая глава, восьмой стих. Бог обращается к Иисусу Навину и говорит Ему, «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но получается в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что написано в ней, и тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно». Абсалом первый написано так. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но в законе Господа, воля его, что он делает? О законе его размышляет он день и ночь. Он будет как дерево, что имеет дерево? Корни, посаженные при потоках вод, которые приносят плоть свой». Для того, чтобы укрепиться и утвердиться в том, что я имею, или в любой истине Божьей, есть такое понятие «размышлять над Божьим Словом». Слово «размышление», который способ в русском языке, очень бедное слово, не это было в оригинале. Значит, в оригинале есть элемент размышления, есть элемент обдумывания, есть элемент перекручивания себя в голове, есть элемент говорить самому себе. Вот четыре элемента. То есть, например, «Ибо так возлюбил Бог мир». Первое, думаю. Два, Бог, есть Бог, Он возлюбил, то есть, Бог любит весь мир, и меня в том числе, значит, я не оставлен, я возлюблен у Бога. И третья часть, это говорить это самому себе. Нет, это не то же самое, что исповедание. исповедание, я говорю просто так, ради, а это, это как бы было бы ближе всего фразу барматат как бы при себе. Так возлюбил Бог мир, да, что отдал, значит, меня тоже. Я возлюблен у Бога, Он меня любит. Вот, когда ты говоришь самому себе, обдумываешь, перекручиваешь истину в голове, эта истина утверждается в тебе. научись размышлять вот как написано здесь. Мне нравится, Бог сказал, Иисус, поучаешься день и ночь, просто поучаешься, обдумывай, перекрутил себе в голове, говори самому себе, и надо пой песню вокруг этого. Что-нибудь, и оно так глубоко эта истина входит. Большинство христианов не поверкнул с ними являются, потому что они никогда не размышляют над Божьим Словом. Они просто попугай, что сегодня пастор сказал, побежали, вернулись, побежали, вернулись, побежали. А что, если ангел придет восхитить пастора завтра, и что будет с тобой? И кому теперь ты будешь? Вот, при этом же важно быть послушным пастору. Вы меня слышите, да? Важно. Но, послушание пастора имеет смысл, когда ты наполнен Богом. Вы меня понимаете? Когда ты ходишь с Богом. И вот получается, вот что, размышляй, обдумывай. Когда я читаю Библию, когда местописание мне становится четким, как будто прыгнул на меня страницы, вот это местописание, я его выучу наизусть. потом могу закрыть глаза, и его кручу в голове по каждому слову. Вы понимаете? Прошелся. А что это значит? А где я могу применять в моей жизни? А где меня не хватает? А как это улучшит у меня? А как там исправить у меня? И вот час вокруг на местописание, и потом встал, как будто ни в чем не бывало. Ну вот что интересно, через время я начинаю видеть эту жизнь Божию во мне. Например, у тебя израненная душа, какие-то сложности внутренние, найди эти местописания обетования Божьей, и выучи, и садись, и просто обдумывай, говори самому себе, повтори самому себе, и внутри, что бы это значило? И ты удивился, увидев, как Божья любовь изнутри тебя поднимется и лечит, исцеляет тебя изнутри. Если я хочу утвердиться в моем спасении, быть утвержденным в моем христианстве, я должен любить общение с другими верующими. Я понимаю, что вы это не ожидали. оказывается, когда я общаюсь с верующими, шанс того, что я останусь верующим гораздо больше, чем когда я общаюсь с гомосексуалистами на улице, или общаюсь с какими-то бандитами на улице, которые не знают Господа, общаюсь с какими-то гневливыми людьми на улице. Заметите, я не сказал, что не евангелизируйте гомосексуалистам или бандитам, не, евангелизируйте им, но общение твое должно быть где-то с верующими людьми. Очень редко бывает, что человек ушел из церкви, церковь собран верующий, он ушел, и два года его нет, и возвращается, никогда не общался с верующими, Библию читал, наверное, и он горит, как никогда, такого не бывает. Написано к евреям, 10 глава, 21 стиха по 25, «И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистив сердце от порочной совести, и омыв тело водой чистой, будем держаться исповедания упования, неуклонно, ибо верен обещавшим, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увешивать друг друга, и тем более, тем более усматриваете приближение дня оного». Смотрите, что написано здесь. Первое, когда мы общаемся вместе, согласно 24 стиха, должно быть выражено, «Внимательны друг ко другу». Два, «Поощряем в любви». Три, «И к добрым делам». Три вещи, которые автоматически теряются, когда человек перестает общаться с другими людьми. Первое, «Внимательны с другим верующим». Два, «Любовь к людям». Два, «Три, служение, желание служить исчезает». Это, крайне, три вещи колебаются в твоей жизни. Помни, твое общение с верующими не на таком уровне, как надо. Если смотрите в Деянии Апостолов, где была церковь, они общались каждый день. Я не говорю, что общались каждый день, но они понимали важность общения. Там написано, пребывали в общении и в молитвах. Оказывается, это было важнейшее и оно и есть еще важнейшее часть христианства. И когда мы это делаем, чем мы там занимаемся? Первое, внимательно заниматься нуждами и заботиться о других людях. Такое масса людей, как я могу заботиться, знать, кто у кого какие вопросы? Никак. Вот поэтому мы создали служение. Поэтому мы создали, мы говорим, идите в каком-то служении, будь в какой-то группе, чтобы там первый, ты сам научился заботиться о других людях, и там тоже о тебе позаботились, помолились, укрепляли. Важно, чтобы каждый человек был в какой-то группе, где тебя знают, о тебе могут позаботиться и тебе помочь. И вот дальше написано здесь провоцировать друг друга к любви. Знаете, любить это не приходит автоматически. Я по себе наблюдал. Автоматически любить сложно, но иногда тебя провоцируют, имеется в виду, вдохновляют. Нет, нужно любить. Нет, нужно прощать. Ну ладно, прощай. Сколько раз вы были не готовы прощать, не готовы, и вы только простили, только потому, что кто-то вам подсказал, ну лучше все-таки прости. Я не хочу, лучше же, я не хочу, ну ладно, прощаю. Потому что кто-то вас к этому вдохновил. Провоцировать не только к любви, а к добрым делам. То есть мы помогаем, не только добрые дела, в оригинале написано, провоцировать друг друга к делам, которые помогают другим. И второе написано, провоцировать друг друга к делам героические. Есть два вида дела, которые христианин делает. Первый, он служит, помогает другим людям. Он помогает другим, тем, что он делает. А два, второй вид дел, которые мы должны делать, это героические дела. Это то, что мы делаем, большие дела для Господа, которые, возможно, помогут кому-то конкретно, а возможно, они меняют что-то в эпоху христианства, просто, большое героическое действие, которое поменяли судьбу города, страны, людей, церкви и тому подобное. Мы на это призвали. А чтобы человек это делал, оказывается, автоматически в нас нет того мотора. Оказывается, нам время от времени нужно, чтобы кто-то вдохновил, кто-то подсказал, кто-то дал маленький толчок на это, это нам необходимо. Первая посланная Коринфянам 12 глава. А вот заблуждение дьяволское, которое специально ловит людей, и у нас в церкви тоже. Я же могу слушать Богу не обязательно ходить в церковь, я могу быть дома, не слушать глупость, это дьявол говорит через уста человека. Потому что Бог нигде не учил в его слове, что куда-то себе там летаешь, что хочешь, не обязательно общаться с верующими. Это не Божья воля. Одна из причин вот такая. 11 12 глава. Первый Коринфянам. Все же производит один тот же дух, разделая каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Да, это одна из первых главных причин, почему нужно собираться вместе. Мы члены одного тела. И вот дальше написано тут 13 уже. Ибо мы все одним духом крестились в одно тело. 14 Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, это называется обижен, расстроен, недоволен, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Или ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? И где же обоняние? Но Бог расположил член каждого в составе тела, как ему было угодно. И заметите, в начале, где мы читали, что Дух Святой производит один и тот же Дух, разделая каждому особо, как ему угодно, в этом теле. Если у нас есть нужды в церкви, какой-то вопрос должен решаться. Дух смотрит, на кого это решение. А если ты убежал, ты на крещатик, он на тебя не положит решение, потому что тебя нет в теле. Он ищет человека, который здесь, как ему угодно, вот через него, вот через него, вот через него, вот через него это вопрос решу, через него это решу. Если ты постоянно есть на решение вопросов, ты становишься ценным для него. И ты становишься человеком Божьим называется. 25 стих. Дабы не было разделения в теле и все члены одинаково заботились друг о друге. В оригинале написано так, чтобы не было разделения, да, все написано, чтобы заботились друг о друге, написано, чтобы вдохновляли, предупреждали, дали толчок друг другу. Оказывается, нам нужно для вдохновления. Когда меня вдохновляют, когда меня предупреждают, когда мне дают толчок, когда меня приближают к Богу, тогда я укрепляюсь и углубляюсь в моем христианстве. тихо.